Друзья, всем привет! Меня зовут Никита и мы продолжаем играть в Farming Simulator 17 на карте Region 18. Ну и друзья, что мы будем сегодня делать? Сегодня мы будем убирать наше 11 поле, которое засеяно вот такой вот травкой, которая уже созрела, если можно так выразиться. Выросла, короче, ее уже можно вполне себе косить. И все это добро мы будем возить на БГА, засыпать в ямы и делать из этого всего силос. Но для этого всего нам нужно опять-таки немного обновить технику. Во-первых, нам понадобится вот такой вот отвал за 7500 евро. А также нам понадобится погрузчик. Есть вариант, конечно, фронтальный погрузчик трактору присобачить, но я очень не люблю с этим делом работать. Я вот привык с Манита работать, соответственно, 110 тысяч еще за погрузчик и ковш у нас улетит. Ну и так как поле у нас большое, нам понадобится еще и вот такая вот косилка, которая побольше размером и стоит она 42 тысячи. И в принципе, в конце прошлой серии у меня все сошлось по деньгам, что у нас хватит на все это денег. Но денег у нас катастрофически не хватает, поэтому есть два варианта. Это продать комбайн, за который, мне кажется, 1150 можно будет выручить, если отвезти его прямо в магазин. Ну или отвезти немного урожая, который у нас тут есть. Соответственно, продать его и выручить за это деньги. И, наверное, давайте мы продадим урожай. Для простой работы в виде продажи урожая мы будем использовать наш самый маленький трактор Same Fortis. Цепляем к нему прицеп и, соответственно, вставляем на маршрут по продаже урожая. Загружаем маршрут базы ЖД-элеватор. Забираем из бункера пшеницу. Давайте... Ладно, давайте вывезем всю. Фиг с ним. Спускаем по маршруту. Все. Он засыпает, маршрут работает. Собственно, я думаю, что он справится вполне со своей задачей. На косилку у нас пока что деньги есть, поэтому мы ее сразу же покупаем. Берем, соответственно, вальтеру и запускаем его в работу по кошению газона. Да, я прекрасно понимаю о том, что можно сэкономить время и прицепить еще и волковую жадку сразу же. Но, увы, этот трактор вряд ли потянет это все дело или будет работать медленно. В общем-то, не будем мы так делать. Ну и стандартный маршрут мы генерируем для работы на 11-м поле. Отъезжаем немножко назад и со стартовой точки запускаем трактор, который будет сейчас для нас... А, ну да, конечно же, ему же обязательно надо вот эти 2 метра подъехать в транспортировочном режиме. Запускаются косилки. Я надеюсь, травы будет много и мы хотя бы одну яму полностью завьем травой. Я имею ввиду силосную яму. Итак, друзья, пока наш трактор косит, мы поставим волковать все это дело на другом тракторе. Я был прав, что будут проблемы с мощностью. Он под горку и так еле эту косилку тянет. Опять-таки, друзья, стандартный маршрут мы генерируем и ставим все это дело волковать со стартовой точки. Тем временем, друзья, мы перехватываем вот этого товарища, который возит пшеничку. Он уже, по-моему, раз 12-й туда едет. То есть, соответственно, отвез он чуть больше 200 тысяч литров пшеницы. Этого должно хватить, чтобы купить погрузчика. Пока что другое мы возить не будем. Сейчас, как только он это все дело разгрузит, мы отправим поезд и перехватим его, снимем с маршрута. Нажимаем кнопочку и, надеюсь, не будет у нас той истории, которая была с канулой. Мы прерываем маршрут и своим ходом добираемся до базы и возьмем фуражный прицеп. А вот и прилетели наши бабосики. 80 тысяч мы получили с урожая. Это не так уж и мало. Ну и пока, друзья, у нас все это дело волку. И, как хочется, мы пока запишем маршруты на вывоз на БГА отсюда травы. Нажимаем кнопочку запись маршрута. Мы будем заезжать в яму задним ходом с дальней стороны. Запишем мы два маршрута в первые две ямы. Для того, чтобы задним ходом он сдал, мы нажимаем на кнопочку задний ход и аккуратно сдаем задом. Примерно вот до сюда. Ну, я не знаю, надо ли сейчас это или нет. Вроде как не надо, но я привык ставить точку разгрузки на том месте, где ему надо будет разгружаться. И мы выключаем задний ход. Вроде как говорят, что это уже не надо делать, но я не проверял. И аккуратно, в общем-то, выезжаем из этой ямы. И все у нас будет отлично. Возвращаемся обратно на поле. Нажимаем кнопочку стоп и сохраняем этот маршрут под названием поле 11 БГА-1. Сейчас мы запишем точно такой же маршрут на вторую яму. Потому что есть вероятность того, что в первую все не влезет. Но я, по крайней мере, на это очень сильно надеюсь, что травы будет много. Заканчиваем маршрут и называем его, соответственно, точно так же, как и первый. За исключением того, что у нас будет вторая яма и, соответственно, поле 11 БГА-2. Ну и далее оставляем трактор здесь. Пускай курит. А, у нас уже почти закончил-то и косить поле наш оранжевая Вальтра. Наш оранжевая, да. Пока он у нас косит, мы сходим в магазин. Точнее, просто зайдем в меню магазина и, соответственно, купим отвал. Отвал возьмем сразу большой. Покупаем его. У нас тем самым закончил покос наш трактор, который этим занимался. Снимаем его с маршрута, сбрасываем его и складываем косилку и увозим все это добро на базу. Оставляем косилку здесь, сбрасываем на базу. Я уже вспомнил, что можно так делать. Сбрасываем на базу наш заравниватель и забираем его прямо с базы и едем, соответственно, на БГА. А, я тут вспомнил, я хотел поставить широкие шины на нашу Вальтру. Мы не поедем даже в магазин за этим. У нас есть своя автомастерская здесь. А вот нельзя на нашу Вальтру поставить широкие шины. Ну и да ладно, хрен с ним. Что я еще забыл и хотел сделать, это полностью заправить нашу Вальтру, поскольку работы у него там много, топливо может закончиться, а заправки на заравнивании в этом маршруте у нас нету. Поэтому мы заправляем его здесь и полностью заправленный везем на БГА. Итак, друзья, мы приехали на БГА. У меня все маршруты на все пять ям для погрузчика и трамбовщика уже записаны. Вот они называются. БГА-1 Прот, БГА-1 Тромб. Соответственно, Прот это продажа. С поля 7 у меня тут тоже маршруты на яму БГА уже есть. В общем-то, это все так для оффлайна. Я там всякие экспериментики делаю. Но я вам покажу, как записывать маршрут для ямы для трамбовщика. Делается это очень просто. Для начала мы заезжаем примерно в середину ямы. Я с помощью компаса выстраиваю трактор так, чтобы он был ровным-ровным. То есть на данный момент 270 градусов. Если в другую сторону, то это 90 градусов. И мы начинаем запись маршрута. Далее отсюда мы едем в точку, где будет трактор ожидать. Ожидать того, пока будет разгружаться трактор, который будет сюда это все дело возить. Трактор или же МАН, без разницы. Мы едем в ту точку и там останавливаемся. Далее нажимаем кнопочку «Точка ожидания». Вот она синеньким подсвечена. Нажимаем ее и нажимаем кнопку «Движение задним ходом». Соответственно, возвращаемся к базе и останавливаемся около начала силосной ямы. Вот здесь. И нажимаем кнопку «Остановить запись». Все, маршрут готов. Больше ничего делать не нужно. Он очень простой. Для погрузчика я вам расскажу уже, когда мы к этому подойдем. Я же маршрут сбрасываю и запускаю тот, который у меня был. БГ-1 Тром. Потому что он у меня 100% работал. Иногда бывают косяки. Их нужно переписывать пару раз. И все такое я запущу тот, который мне нужно. Единственное, что мы ставим последнюю вот эту вот кнопку «Выравнивание и уплотнение». И сверху у нас появляется активная кнопка. Ставим ширину отвала 6 метров. И обнаружение тракторов в радиусе. Я тут опытным путем понял, что на этом БГА 75 метров. Все хорошо. Режим мы будем ставить «Возведение от конца». И максимальная скорость при сгребании мы поставим чуть-чуть меньше, чтобы у него было меньше косяков. Например, 10 километров в час. Собственно, все. Разворачиваем отвал. И запускаем со стартовой точки все это дело работать. И он уже сразу начал выпендриваться. Ну ладно. Мы отъедем чуть-чуть назад. Трактор на курсплее сам понимает, где конец силосной ямы. Ну что ты это делаешь? Успокойся. Чего ты у меня тут выпендриваешься? Все. Вроде словил он маршрут. Поехал по маршруту. Сейчас он, скорее всего, сделает... Не, он даже не будет делать первую попытку посмотреть и убедиться, что в силосной яме ничего нету. В общем-то, он здесь будет стоять и ждать, пока туда что-нибудь не приедет. А этого тракторешку, в принципе, можно уже пускать в работу. Да, можно даже к стартовой точке не ехать. Для того, чтобы его пустить в работу, мы, как и в прошлые разы, ставим разные полевые работы. Копируем маршрут у нашего Фента, который сейчас волкует, чтобы он ездил ровненько по этим волкам. И добавляем, соответственно, к нему маршрут поле 11 БГА-1. И запускаем его со стартовой точки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как мы видим, приезжает трактор на БГА и останавливается, ждет, пока тот, который трамбует это все дело, освободит ему яму. Как только он выйдет из ямы и станет в точку ожидания, наш трактор, который все это дело привез, тут же поедет и высыпет то, что у него есть. То есть он даже двигатель, как видите, глушит. Правда, успел он это сделать лишь на один момент. Тем самым, вот они вдвоем в паре друг друга видят и вместе работают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот таким вот образом они вдвоем делают вот такую вот замечательную горочку. Все он это к концу сваливает. Делается-то, правда, конечно, все не быстро, но зато полный автоматизм. Ну и что, друзья, закончили мы таки возить эту самую траву. Уже полдвенадцатого ночи у нас по игровому времени. Двенадцать уже практически у меня дома. Вот такая вот горочка у нас получилась. Если так на нее забраться, посмотреть, один миллион сорок три тысячи. Литров травы у нас получилось с поля. Там последний перецепт на тысячу я его просто вообще по полю разбросал. Как-то мне падла было его сюда везти. Все это дело у нас спрессовано, и мы это дело накрываем. Я застрял в этом самом, я не могу пошевелиться. Но благо я могу телепортироваться по технике. Собственно, начинается ферментация. Мы включаем перемотку времени, дабы все это дело побыстрее закончилось. Да и у нас будет расти вторая порция травы. Значит, я посчитал, сколько нам надо денег на дальнейшее развитие. И знаете, что я насчитал? Я насчитал 2 миллиона 231 тысячу игровой валюты. Правда, в этот список входит еще и десятое поле, которое стоит 815 тысяч. Ну и список вообще на самом деле очень маленький. Я хочу купить полностью комплект из тягача и четырех полуприцепов. Вот так вот выглядят эти полуприцепы для зерна, для всяких жидкостей, для поддонов и тюков, и для леса. Ну и соответственно, к ним хочу купить два грузовика. Это Татра и Ман. Вот они вот так выглядят. Также нам не помешает еще один плуг, 22 тысячи он стоит. Также я хочу заменить наши сейлки вот на две таких вот по 6 метров. Это значительно ускорит рост посева. Да и плюс перед такой сейлкой не надо будет проходить плугом. То есть это значительно ускорит весь этот самый процесс. Ну и плюс надо купить две сейлки по 61 тысячи для того, чтобы садить кукурузу, подсолнухи и так далее. И свеклу, если это нам понадобится в будущем. На картошку я пока что вообще не смотрю. Плюс я хочу новый комбайн, а именно вот такой вот Торум 760 от Ростельмаша. И к нему нужны две 40 метровые жадки. Одна из них вот такая, Пауэрстрим 900 за 43 тысячи. Вторая видимо вот эта за 40 тысяч, потому что я себе куда-то выписывал, но уже забыл. Ну и ко всему этому делу нужен также новый трактор. Я выбрал вот этот Терус ЦВТ, который будет стоить 226 тысяч. Вообще, если на него прикрутить новый движок и покрасить его в мой любимый оранжевый цвет, а также поставить, например, широкие шины или балансирование... Широкие шины, наверное. Мне захочется. Это будет вообще в 241 тысячу стоить. Ну и плюс десятое поле 815 тысяч. Итого 2 миллиона 231 тысячи у меня набежало. Но это все плюс-минус, потому что вся техника будет модернизироваться, куда-то новый двигатель, что-то покрасить и так далее. Ну а сейчас, пока у нас есть 136 тысяч, нам нужно купить погрузчик. И как я уже говорил, это будет манито. Покупаем погрузчик и покупаем к нему ковш на 4500 литров. Но для начала надо отогнать трактор обратно в стойло. Вообще, конечно, отвал можно было оставлять там, на БГА, потому что здесь он нам точно не понадобится. Он нам будет нужен только там. Ох, люблю я всю эту тему. Ну да ладно. Собственно, травка у нас опять-таки созрела. Но это все я уже уберу за кадром. Сейчас же мы берем наш новый погрузчик и тащим его на БГА. Пока мы все это дело возили, у нас уже закончилась ферментация. Мы можем открывать наш бункер. И вот силос, который мы, собственно, и будем сейчас продавать. Но я вам обещал показать, как строится маршрут на продажу силоса на погрузчике. И я сделаю это на примере второй ямы. Мой вам совет начинать записывать этот маршрут до того, как яма наполнится. Потому что нужно будет по ней проехать насквозь. И сами понимаете, сейчас в первой яме мне проехать уже не удастся. Только если с обратной стороны. Но это тоже геморройно. Если же у вас уже все забито, создайте новую сохранялку на пустой карте. Запишите маршрут там и возвращайтесь к себе в сохранялку. А мы, собственно, начинаем. Я вам показываю, как это делается. Для начала мы остановимся перед ямой. И желательно, конечно, выстроиться так, чтобы был ровный угол. Например, 270 градусов. Это ровный угол. Примерно посередине мы выстраиваемся. Начинаем запись маршрута. И подъезжаем мы к началу ямы. Подъехали мы к началу ямы. И нажимаем кнопку «Точка ожидания». Это должна быть первая кнопка. Всего их будет три. Далее проезжаем всю яму насквозь. И останавливаемся в точке, где у нас эта самая яма заканчивается. Где силос будет заканчиваться. И ставим еще раз «Точку ожидания». И начинаем движение задним ходом. Доезжаем до конца ямы. И начинаем плавный разворот. Лучше это все делать очень плавно. Поскольку, ну, сами знаете, курс плей, он такой. Он любит плавность. Поэтому вот таким вот плавным движением мы выезжаем из ямы. Выключаем задний ход. И начинаем движение в сторону места продажи силоса. И вообще место, куда погрузчик будет высыпать то, что у него содержится. Это работает не только на продажу силоса. Он может высыпать это и в прицеп, и все что угодно. Ну, мы сейчас показываем пример конкретно на силосе. Поэтому начинаем движение вперед к бункеру продажи. Подъезжаем к тому месту, где мы будем высыпаться. И ставим еще одну третью точку ожидания. И, разумеется, включаем задний ход для того, чтобы аккуратно выехать из этой самой ямы. И опять-таки плавно мы поворачиваем и разворачиваемся. В данный момент я проехал чуть-чуть назад. Мы выключаем задний ход. И нам нужно вернуться напрямую к нашему началу. Если можно так выразиться. То есть закончить маршрут мы должны на одной прямой с нашим началом. Где мы это стартовали. И все. Маршрут устанавливаем. Он готов. Я, разумеется, его сбрасываю, потому что они у меня все записаны. И нас интересует маршрут БГА-1 прот. Вот он у меня из первой ямы. Записан он точно так же. Вот я вам его покажу. Точнее, даже на карте могу вам открыть. То есть он ровный. Все то же самое, то что я вам сейчас показал. Для работы с ковшом мы выбираем вкладку предпоследнюю работы с погрузчиком. И, соответственно, вверху у нас тоже появляются позиции ковша. Нам нужно это дело все зафиксировать. У нас есть четыре позиции, которые мы должны научить наш погрузчик. Потому что погрузчики разные. И, видимо, это придется все делать каждый раз, когда вы с ним работаете. Первая позиция загрузки должна быть примерно такой, чтобы ковш был максимально низко к земле. Но при этом на нем можно было как-то маневрировать. Потому что если вы опустите его слишком низко, например, вот так, то он, соответственно, не сможет поворачивать. Поэтому мы это дело поднимаем. Примерно вот так вот оставляем. Нажимаем на кнопочку, чтобы он сохранил положение загрузки. Окей, значит он его понимает. Второе положение это транспортировка. Именно в таком положении он будет все это дело возить. Обычно оно выглядит примерно вот так. И такое же мы и оставляем. Сохраняем. Третье у нас предразгрузка. Это что-то среднее между разгрузочным и предразгрузочным. Соответственно, можно, например, чуть-чуть повыше его поднять. И, например, выставить стрелу вперед. В принципе, вполне себе подойдет. И последнее положение это положение разгрузки. Его лучше даже посмотреть именно здесь. Так, чтобы он, чтобы мы видели, достает наш ковш или не достает. Соответственно, подъезжаем мы к этому бункеру. Например, чуть-чуть дальше мы стрелу выставим. И, соответственно, поднимем ее и переворачиваем полностью ковш. Можно даже еще чуть-чуть дальше стрелу выставить. Вот так, например. Соответственно, маршрут у нас заканчивается здесь. Да, стрелу можно даже чуть убрать. Вот такое положение мы запоминаем. И все. Теперь при нажатии, кстати, на кнопку «Установить положение» мы нажимаем на все эти кнопки. И он будет сам. Он запомнил все это дело. Будет так вот устанавливать. Стоять, пока ковш наполняется. Да, но это я не помню даже такого параметра, на что он влияет. Обычно здесь был параметр. Давайте мы все-таки чуть-чуть повыше сделаем вот это положение. Загрузки. Что мне не нравится. Мне кажется, слишком низко я опустил. Обычно здесь был параметр «Стоять при смене положения». И я его сейчас оставил бы. Ну а мы выставляем к стартовой точке. И, разумеется, запускаем по маршруту в обычном режиме. И все, ребята. Как видите, эта дрянь прекрасно работает и справляется без нашего вмешательства. Он продаст всю эту яму. Ну да, иногда будет тупить, застрянет об стенке. Мы его без труда поправим. Так что, в принципе, пусть продает. Мы его трогать не будем. Ну и что, друзья. Я с вами на этом прощаюсь. Подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх. Рассказывайте о канале друзьям. С вами был Никита Дилэй. Всем всего доброго. Пока-пока.